Так, хорошо. Продолжаем там наш мини-цикл по поводу ран. В прошлый раз с вами, надеюсь, что хорошо разобрались, посмотрим, как разобрались в том, как это вообще протекает. Сегодня более детально разберемся, как лучше всего это лечить, какой правильно метод выбрать и как правильно на рану воздействовать. Небольшое, ну, такое введение, еще раз, да, повторим там основные моменты, пробежимся. Все с ними сталкиваются, да, часто наблюдаем, постоянно хирургические раны наносим сами, поэтому, ну, надеюсь, для кого не секрет, что актуальность эта имеет большую, да. Как бы по поводу, в принципе, лечения всех ран. Как бы основные принципы были сформированы, там, десятки лет назад, и так они и не изменились, потому что никто ничего лучше не придумал. Сформировали их два таких крутых мужика, которых зовут Хольстед и Эсборг. Не знаю, откуда происхождение и так далее, но более подробно этого потом. Презентация пациента. Ребята, когда пришел, когда пришел пациент и сидит, ждет, как определить, что у него есть рана? По луже крови. А если нет, привозчение? Слизистые повреждения. Ну, если не слизистые повреждения. Если где еще? Позавтра. Чувак, как правило? Как? Если пациент сидит и ждет в очереди, как понять, надо ему какая-то скорая помощь, либо он может посидеть, подождать? Кроводезр. Да, все правильно. Ну, как бы частично, да. Просто, чтобы не загружать, не отвлекать врачей, надо иметь четкое понимание. Ну, там, подбежать, грянуть, нуждается он в срочной помощи или нет. Как понять, что рана есть? Если кишки не забудут. Да никак не понять. Вон, может, кот и собака выглядят, блин, почему гибки не работают. Примерно вот так. Собака. А, блин, дольше лоза хермет. Можь, когда ножки махали? Ну, да, да, да. Очень жаль, что не работают гибки. На самом деле, думал, что все посмеются, короче. А вот кошка может сидеть себе спокойненько. Ну, в принципе, все знают, что кошки и так с большего там терпеливые животные, поэтому там долго могут терпеть. Собаки менее, но все равно лабрадор может сидеть там спокойно себе хвостом махать на фоне того, что много нового, прикольного, много людей, много других животных. Поэтому бывает иногда достаточно трудно понять, что у животного, в принципе, какая-то рана есть, особенно, когда доминирующий фактор оказывает какая-то другая проблема, да. Например, пациент при автотравме, в мой случае прошлых пару смен, Джек Рассел, которому Леша таз собирал, случайно заметил, что колотые раны на животе есть. Ну, в момент осмотра, как бы, да. Да, естественно, мы там... Случайно, значит. Ну, реально случайно. Ну, то есть там ничего практически не текло. Там просто под шерстью незначительные раны были с проникновением в подкожную клетчатку. Поэтому, как бы, о чем говорю, да, что любой пациент, опять же, возвращаемся, да, к мысли, должен быть осмотрен комплексно и полностью от носа до хвоста, да. И, как бы, если попадает какой-то пациент с травмой, либо раной, ну, понятное дело, рутинный забор общего биохимии крови. И, там, может быть, если надо, УЗИ рентген. Вот, поэтому примерно вот так. По поводу принципов, которые сформированы. Хирургические принципы, они делятся на два, да. Хольстер сформировал хирургические принципы. То есть, основное, это первое, которое он выделил, это минимальный хирургический травматизм. То есть, деликатная работа с мягкими тканями. Не дергаем пинцетом, там, не зажимаем гемостатиками, если это не надо, кожу, там, я имею в виду, и так далее. Не дергаем, не, ну, как бы, стараемся деликатно с мягкими тканями работать. Кто там с мягкими тканями чаще всего работает, тот, как бы, должен запомнить и усвоить. Кто меньше, ну, как бы, я думаю, вы к этому вернетесь. Второй принцип, это точечный гемостаз, да. То есть, если где-то у нас подтекает, не надо там сжечь напалмом, как бы, обжигать там все, что не надо, да. Точечно выбираем сосуд, который течет, и точечно прижигаем. То есть, лишнего, лишний гемостаз проводить не нужно. Дальше. Сохранение адекватного милоснабжения. Что это значит? Есть такое понятие биологического раневого жгута. Кто-нибудь слышал, что это такое, знает? Ручку поднимите. Биологический раневой жгут, да. Типа такого. Есть такое понятие. То есть, может быть, это констрифт? Не совсем. Как бы, пример самый банальный. Удаляем мы ногу, например, на лапе, стягиваем ткани там из последних сил, тянем. Вены у нас сдавливаются, и все. И как бы... И как бы... Да, или хвост. И все. И у нас получился жгут. Ну, то есть, эффект жгута. Вот. Поэтому, для того, чтобы кровоснабжение сохранялось, необходимо о таких вещах помнить. Дальше. О септико-хирургической технике, надеюсь, здесь для всех все понятно, да. Алексей Сергеевич. Как бы, инструменты максимально чистенькие, пропаренные. И, ну, каждый раз меняем перчатки, да. Там дальше пора, мы будем подробно разделяться. Но, как бы, а септико для хирургии всегда описано. Существует тоже уже давно. И тоже там существенных изменений не претерпевало во время своего существования. Поэтому, можно покажите культуру, пожалуйста, ребятам. Можно я расскажу, будете болтать. Спасибо. Как бы, по поводу там асептики хирургической техники, то, что мы сейчас делаем, это моем химически и автоклавируем. На мой взгляд, как бы лучше, чем ничего, но можно круче. Но, я думаю, это будет реализовано там же в новом помещении. С Алексеем мы уже об этом разговаривали, поэтому посмотрим, как пойдет. Дальше. Следующий принцип отсутствия напряжения тканей. Что это значит, да? То есть, если натяжение больше, значит, ткань расслаивается. Если ткань расслаивается, значит, подкожная клетчатка сосуды не может, как бы, удерживать. Они рвутся между кожей, грубо говоря, субдермальным слоем и подкожной клетчаткой. Следственно, нет сосудов, значит, нет питания. Поэтому швы перетянуты, чаще всего склонны к какой-то мацерации, гниению и некрозу. Вот, об этом тоже стоит помнить. Желательно вообще напряжения на тканях не иметь. Дальше. Тщательная стыковка. Здесь все понятно. Если края состыкованы неровно, зарастает хуже. Ну, все видели, наверное, сталкивались с такой штукой. Кто накапельно там обрабатывает, кто там сам шьет и так далее. И устранение мертвого пространства. Ну, прям тоже важная штука. Есть несколько способов достижения этого принципа. Но, как бы, если можно как-то минимизировать полости, например, подкожей, надо этот момент использовать максимально. То есть, для того, чтобы третьего пространства мертвого у нас не создавалось. По принципам понятно все? Скажите, да. Дальше. Принципы лечения ран. Теперь уже не хирургические, да, а просто принципы лечения рано и сморка. Всего четыре. Фигня. Первое. Не допускать попадания агрессивных веществ в рану. По поводу водки, да, о которой мы давно уже говорим. Вот соответствует вот этому принципу. Водка, перекись, любые раздражающие агенты химические в рану попадать не должны. Хорошо. Принципы синтезов у медиков, у людей, когда стоят аппараты дизаров, обрабатывают спирт содержащими растворами. Спицы. Ну, значит, неправильно. Там это вода инфекции. Да, мы об этом потом поговорим. Я разговаривал с травматологами-хирургами, да, и вот этими реконструктивщиками, к которым ездил. Так вот, как бы, ребята, да, говорят, что травматологи, то есть ортопеды славятся хреновым отношением к мягким тканям, и потом приходится переделывать за ними недалечность. Ну, там макетка не на втором плане. Ну, как бы, можно достигать. Ну, я считаю, во время хирургии не должно быть у вас планов. Понятно, вы должны там что-то сделать, но вы не должны это делать в ущерб повреждению мягких тканей. Если этого можно избежать. Нет, но спицы все равно же будут в коже. Да, все правильно. Мы более подробно этого коснемся потом. Будет дальше, я расскажу потом более детально хорошо. Но, как бы, суть такая. Дальше, обеспечить отдых тканей. Это по поводу тех же обработок. Если можно раны не обрабатывать, да, то есть, там, заклеить пластырем, герметизировать, то лучше их и не трогать. То есть, это и подразумевает под собой отдых тканей. Там, на английском это звучит, типа, tissue arrest. Как бы, ну, такое понятие, в принципе, введено таким вот образом. Поэтому, если можно не трогать лишний раз, лучше не трогать. Дальше, создать адекватный дренаж. То есть, возвращаемся еще к хирургическому принципу для уменьшения третьего пространства. И поддерживать чистоту раны. Что это значит? Что собака или кошка там не должны по песку валяться на раневой поверхности. И, в принципе, соприкасаться с чем-то контоминирующим. Сейчас мы более подробно поговорим про механизм ран и, в принципе, какие есть термины в лечении ран, да. Всего вообще, в принципе, выделено три базовых воздействия на ткани, которые могут приводить к ранению. Они могут не всегда там в одиночном варианте происходить, встречаться. Они чаще всего могут комбинироваться. Сейчас более подробно поговорим про все. Первое – это порез. Отличается тем, что хирургические раны относятся к этой группе. Почему? Потому что очень концентрированное воздействие, то есть, энергия, которую мы придаем за счет остроты скальпеля, да, она концентрирована, она не вызывает разрушение каких-то рядом лежащих клеточных структур. То есть, минимизирует повреждения. Ну, или колотые резанные раны, там, ножом и так далее. Тоже относятся к этой группе. Основная фишка в том, что, как бы, ущерб по сравнению с другими типами воздействия намного меньше. Да. Слушай, у тебя там только руки в телефоне. Да. Ты чуть-чуть делись. О, вот так лучше? Чуть-чуть сюда. Сюда? Вот так? Наклеистый. Нет, так, наклеистый. Я познаю, честно. Хорошо. Дальше. Растяжение. Ну, то есть, здесь понятно, да, возникает в результате удара по касательному углу чаще всего, да. То есть, кожа, например, у нас резко тянется, это вызывает тоже повреждения. То есть, погибают клетки, нарушается межклеточное вещество. Сравнительно резанные раны, как бы, да, побрутальнее, потому что мы можем там сразу не оценить весь объем повреждения, потому что сразу будет только поверхностное повреждение эпидермиса видно, но там клетки, которые погибли внутри, мы сразу не заметим. Почему? Потому что не успеет сформироваться отек, не успеет сформироваться, ну, болезненность может быть, но, как бы, все начнет развиваться попозже, поэтому оценить такую рану гораздо сложнее, чем резко. Может вообще протекать без наружных каких-то повреждений, так же, как и компрессионное. Компрессионное – это чаще всего удары под прямым углом, которые чаще всего вызывают повреждения тканей. Вызывает повреждения тканей, да, то есть, именно вот это вот размножение и клеточное сотрясение, то есть, приводит к основным негативным эффектам раны вплоть до краш-синдрома. Кто знает, что такое краш-синдром? Кто не знает? Ну, давайте, конкретно. Расскажи. Знаете? Ну, краш-синдром – это когда много клеток разрушается, и внутриклеточные компоненты попадают в кровоток. Это вызывает, ну, грубо говоря, интоксикацию, да. Чаще всего мы контролируем это по уровню калия в крови, потому что он, как бы, более всего влияет на сердце. Поэтому, если там у вас супер израненная собака, ну, электролиты взять в нее нужно обязательно. Именно для того, чтобы убедиться, что мы можем этот момент контролить. Понятно всем, да? Такой же эффект бывает, когда проводят химиотерапию. И большое днем образования, и тоже вот эти клетки разрушаются, опухолевые, а то все попадает в кровоток, на адрикалий кальций, как бы, там, ну, вот, электролитное нарушение стеки. Давайте, ребята, договоримся только хорошо. Если что-то, ну, какое-то слово действительно там непонятно или какой-то термин, давайте, ну, не стесняемся, поднимаем руки, будем рассматривать хорошо, потому что не имеет смысла тогда разговор. Окей? Да, нет, за счет. Да. Дальше. Какие, ну, прорезанные раны, блин, я забыл, что я эти слайдики вставил. Вот, и тут гибки работают. Резанные раны, само собой. Потом, вот она, пример, резанные раны. Классические, да? Ну, с точки зрения хирургии. Все четко, по линии и красиво. Что за лечить? Это одиноя жена. Какие лечить? А, ну, одиноя, это просто, типа, защитили, да, какого-то пиратства. Вот, поэтому назовем это так. Нам не мешало здесь. Да, вот, забыл сказать. При растяженных ранов сейчас можно наблюдать расслоение слоев кожи, да? Там одного какого-то слоя или нескольких может не хватать. Например, асфальтовая болезнь, да, это повреждение до слоя дермы. Ну, знаете, все, кто на великах катаются, да? Там упали, вроде бы там в целом кожа сохранила свою целостность, но больно, кроит и, ну, и болит, в принципе. Да нет, можно говорить. Да, обычно, обычно на это смотришь и скажешь, кажется, ебать. Ёлки-пап. Как бейнер, да? Вот, поэтому результат в лучшем случае у нас незначительное расслоение, в худшем случае это травматический лоскут. Травматический лоскут по-другому называется авульсией, да, там, или сдиранием. Чаще всего можем наблюдать это у кошек или котят, да, то есть, когда где-то бородой зароются, Макс, я точно знаю, шил такую, борода просто сползает, короче, у нас голая челюсть остается. Вот, эта авульсия называется нижней губы. Поэтому термин понятен, да? Авульсия, типа, травматический лоскут. Всё, окей. Большие авульсии, это чаще всего возникает в результате повреждения питающих сосудов, да, то есть, есть крупные сосуды в коже, если более детально интересно, где какие идут, расскажу потом, но сейчас глубоко не будем этого касаться. При повреждении питающего сосуда у Лены Манцевич, кажется, был пациент, где она, кстати? У Лены Манцевича, у Лены Манцевича был пациент, которые потом вторично попали ко мне, ушиб, сильная, сильная травма на боку, повреждение, ой, господи, повреждение, короче, сосуда питающего, не помню точно какого, и был поставлен тобой дренаж и назначены там соответствующие лечения. Да, и кусок чёрный, короче, вот такой прям появился там, где, наверное, на пятый, как бы прямо, ну, некротизированная ткань, чётко, конкретно. Вот, это как бы тоже попадает под значение авульсия. Почему? Потому что если с этим некрозом ничего не делать, то отвалится и будет здоровый дефект. Понятно, да? Так, ну, вот, конечно, что там надо делать. Я потом расскажу про кризис. Вот, как бы, пример авульсии, да, то есть вот у нас травмирован один сосуд, и вот кожа, как бы, имеет вид некроз. Похоже на герой, но с кормом. Похоже на герой, но с кормом. Подъем защитом. Как бы он тоже можно отнести к авульсии, если он отмерт, отвалился. В принципе, да, правильный подход. Но всё равно шутка хорошая. Не, я, ну, в плане отношения ко мне. Компрессионная, да, пройдёмся ещё раз. Наносится объектом с плоской поверхностью, под прямым углом. Чаще всего край рваны. Сильное нарушение кровообращения. Естественно, чем больше нарушение кровообращения, тем больше некроз выражен. Здесь понятно, да? Хорошо, идём дальше. Термины ран. Какие чаще всего используются? Абразие, да, есть такое. Ну, от слова абразивный, да, стоматологи там знают. Татьяна к вам больше, наверное, относится. Вы там чаще эту терминологию используете. Или стирание, то есть, да? Можно шифроваться. Рана нанесённая касательно соприкосновения предмета и кожи. Асфальтовая болезнь, про которую мы только что говорили, можно отнести, назвать точнее её, абразией, да? То есть стирание. Всё просто. Авульсия уже обсудили. Инцизия. Инцизия больше в онкологии используется такой момент. Инцизионный забор биопсии означает, что мы на контролируемую глубину забираем определённый фрагмент ткани. И не больше, не меньше, ровно столько, сколько нам необходимо. Это как бы относится к хирургической манипуляции. Редко встречается там спонтанно. Вряд ли кто-то там упадёт и случайно биопсию себе возьмёт. Дальше. Лацирация. Разрыв. Это повреждение тупым предметом с рваными краями. Да, с рваными краями, точно. Функционная рана, нанесённая острым круглым объектом, бывает перфорированная, бывает сквозная. Двух видов, да? То есть, ну понятно, перфорированная это, если не на всю длину органа, или там ткани, которые пунктируются, сквозная, если там насквозь. Ну, всё логично. И далее. К нам какой-то дипломат приехал. Контузионная, да? Держи. Уже ли они несколько дней тут? И контузионная рана, уши, раны, где целостность кожи сохранена, но при этом процессы как бы внутриклеточной смерти происходят, да? То есть, местный ацидоз начинается, там всё погибает и ну так далее. Все когда-то, я думаю, на что-то падали. Или под глазку вообще. Классификация ран. Всего классифицируются раны, ну делятся на 4 группы основных, да? Первое, это чистые раны. Ребята, ёлки-палки, можно, пожалуйста, реально тяжело рассказывать, когда кто-то болтает. Раны, да, первое, чистые, это хирургические. То есть, те, которые не контаминированы, повреждены, ограничены, имеют там какую-то чёткую цель. Дальше, условно-контаминированные раны или чистые контаминированные. Это раны тоже можно, которые вспомнить хирургические, но которые где-то происходят в области ротоглотки, ротовой полости, дыхательной системы или алиментарного тракта, грубо говоря, ну ЖКТ. Вот, эти раны относятся к условно-чистым. Почему? Потому что там живёт условно-патогенная микрофлора, которая может влиять на заживление раны. Мы всегда должны, работая в этих областях, в плане хирургии, об этом помнить. А то, что... Какое ощущение, может быть, вполне себе нехерово-патогенная, может ли это ещё? Ну, да, да. Почему условно-чистые и условно-грязные? Ну, потому что... Потому что... Не бывает условно-грязные, есть условно-чистые. Но если там есть бактерии... Ну, да. Но они условно-чистые. Они как бы не выглядят как грязные раны, она выглядит так же, как и чистые, но только там есть бактериальный... Кишечник вы оперировали, разрезали, там что-то вытекло. Мы вроде повытирали, вроде, ну, чистенько. На самом деле нет. Но как бы не чистенько. Блинаж всё равно поставили. Но это норма. Ну, да, как бы неважно, на кишечнике, там, на трахеи или ещё где-то, во рту, но всё равно... Да какая разница, Антон, вот это пристал. Ну, называется... Ну, что не изменится? Тащитай мир, а не ты. Да? А по этому... Дальше. Контаминированные раны. Что значит... Что значит контаминированные раны? Контаминированные раны, это там, где находится... Обсемнённая. Да, где находится бактериальный компонент. Но считается, что до 100 тысяч бактериальных частиц на квадратный дюйм ткани. Ну, нет, квадратный грамм, простите. Ткани. Ну, вообще, да, есть методы контроля у медиков, они это делают. Как бы, ну, мы пока бакпосевы, слава богу, начали потихоньку делать. Поэтому... Какое количество сейчас? Не более 100 тысяч на квадратный грамм кожи. Не знаю, почему квадратный грамм. Ну, короче, это намного меньше, чем в йогурте. А что такое квадратный грамм? Я не знаю, но... Как-то они там считают. Квадратный квадратный... Может, просто грамм. Ну, в общем, неважно. Как бы, это такая справочная информация, которую запоминать необязательно, да? Как бы, грязные, грязные инфицированные раны. Это... Да, ребята, ну, не пьет вашу мазь, а? Короче, грязные раны заключаются в том, что там превышает вот количество бактериальных частиц от 100 тысяч и выше. Плюс есть какие-то загрязнители. Песок, например, какой-то металл, может быть. Если это... Ну, вот, как кот был, который пулю поймал в ротом недавно, да? В фильме? Нет, так у него не получилось, но на рентгене выглядело очень интересно, на самом деле. Вот. Поэтому инфекционные раны, это также те раны, которые там находились поврежденными, необработанными, не герметичными в течение 6 часов и более. Вот. Да, кому интересно, запишите. Там всё равно будет, да? Дальше. Люди не всегда, которые к нам приходят с животными, могут оценить, сколько же времени прошло после ранения. Почему? Да потому что многие там собаки, в принципе, находятся без присмотра, люди их видят только утром, когда уходят на работу, да, и когда возвращаются. Поэтому сколько там времени прошло, точно они сказать не могут. Нам же этот момент интересен, потому что в зависимости от временного промежутка, от травмы, мы будем выбирать, как правильно рану эту лечить. Вот. Как бы по поводу возраста раны, да, вот уже говорил, золотой период для какой-то хирургии, это не более 6 часов после ранения. Хирургия, обработки хирургической и так далее. Дальше. Если всё равно время оценить мы, там, например, не можем, или оценили время, что там прошло меньше суток, но при этом в ранее есть тяжёлые загрязняющие какие-то моменты, типа, опять же, песка, который прямо бросся там в фасцию какую-нибудь или застрял в подкожном жиру. Плюс там, например, это повреждение каких-то дистальных частей и конечностей, либо наличие огромных очагов некроза про время раны, то есть основываясь на время раны, забыв о всех остальных параметрах, будет в корне неверным, да. То есть мы, ага, ну 6 часов же с ним прошло, типа, ну и что, что тут некроз и песок валяется в ране, ну всё равно зашьём, закроем. Нет, если как бы есть все вот эти вот моменты, тогда мы забываем про время, мы рану не закрываем. Ну там более детально дальше. Дальше. Голова. Если в области головы раны происходит или шеи, предпочтительнее всё-таки эту рану закрыть сразу, потому что можно её очистить, и любую рану из, там, например, контаминированной можно там хирургически обработать и сделать её чистой. Ну там чаще всего. Как далее разберём? Почему голова предпочтительнее, чем конечности? Потому что всё очень просто, как бы кожа головы и шеи кровоснабжается гораздо лучше, то есть перфузия сильнее. Вот всё и прочее, ну то есть всё просто. То есть сильнее перфузия, значит быстрее заживает. Вот. Есть даже методики такие медиками разработаны, если где-то надо ускорить заживление, ставят стенты в питающей артерии, чтобы усилить кровоток. Кто не слышал про такое вообще? Ну я просто этого доктора Стрэнджа смотрел, там такое было. Дальше. А, вот я и сказал, да, что любая рана после очистки может рассматриваться для хирургического закрытия. Далее. Когда рану можно всё-таки закрывать? Да, хирургически. Это если все некротические ткани удалены, все загрязнения и мусор убраны, ткани кажутся жизнеспособными, и на ртам, видимо, адекватное кровоснабжение, и нету признаков инфекции. Это как бы вот 4 критерия, которые хирург должен оценить перед тем, как принимать решение, закрывать рану или нет. Проблема, единственное, заключается в том, что довольно субъективное понятие, что кто-то может подумать, что признаков инфекции нету, а кто-то может подумать, что признаки инфекции есть. Поэтому, если хирург не уверен, описывается такой протокол, лучше рану, если ты считаешь чистой, но не уверен, снизить на несколько пунктов ниже и лечить её как контаминированную. Например, какое-то время понаблюдать, чтобы оценить динамику и жизнеспособность ткани и принять решение о закрытии уже потом. То есть не сразу зашивать все раны, которые вы видите. Поэтому, если сомневаетесь, лучше подождать. Понятно, да? Есть контакт? А давайте так, ну, кого-нибудь спросим, ну, какие будем признаки инфекции вообще можно оценить? Признаки инфицирования. Ну, ну, давай. Ты в другую сторону. Руку поднял. Это... Это вкусная рана, воспаление, отёк. Нет, ну, то есть... Воспаление, отёк может и по статистической ранее. Воняет. В первую очередь. Правильно, правильно. Правильно, да. Да, истечения какие-то патологические с поверхности. Можно видеть бактериальный налёт, в принципе, или... Бактериальная плёнка она называется. Видели там на мясо, там, когда там хруст положили, на подольшее такое. Да, как бы вот... Слизлые такие светленькие участки на нём. Многие раны считаются, что грануляционную ткань, именно её жизнеспособность определить сложнее всего, потому что она бывает, грубо говоря, в две фазы. Да, первая, это молодая зрелая, которая явно красивая, красненькая такая, ну, прям как на фотке, помните, в прошлой веке показывал. А бывает зрелая, когда она выглядит реально как серого цвета, и кажется, что это инфекционная какая-то ткань, и надо её нафиг срезать. Вот, поэтому, если не уверены, то лучше не трогать. Есть контакт, да? Хорошо. Дальше. Какие у нас, в принципе, есть варианты закрытия раны? Все наверняка там хотя бы пару раз слышали, что вы хотите сказать? По моему мнению, вот как после ампутации, например, когда плохо заживает такая ткань, вы же раны всё равно закрываете. Я думаю, что её, по крайней мере, скорифицировать не будет там лишним, если на неё хочешь. Нет, там есть другой подход. Вот, а то он будет записан здесь в лекции, ещё я расскажу как-то рано после костей. Как бы всего четыре, всего четыре как бы варианта закрытия, да, у нас все, как бы варианты можно разделить на четыре. Первое, это первичное закрытие или по первичному натяжению, это то, к чему мы всегда стремимся, стараемся всегда сделать так, в идеале. Дальше, отложенное первичное закрытие, это значит до того, как грануляция там уже серьёзно образовалась до окончания фазы воспаления. Это в среднем до пяти дней, как бы мы такой вариант рассматриваем. Это если мы не уверены, хотим понаблюдать, поделать перевязки, оценить жизнеспособность ткани. Как бы это уже будет называться отложенным первичным закрытием. То есть тоже хорошо, но если сомневаетесь, убеждаемся. Дальше, вторичное закрытие, это время, когда уже фибробластов довольно много, грануляция уже созревает. Это варианты обычно пятый-десятый день. Как бы по поводу вторичного закрытия, там будет прикольно. Как бы есть два варианта, в принципе, работы с такими ранами, да, когда они уже пятый-десятый день и грануляция там зрела. Вариант первый, это когда мы не убираем грануляционную ткань. Мы просто с одного края и с другого сшиваемся, грануляция у нас остаётся по дну раны и, в принципе, мы с ней ничего не делаем. Второй вариант, это иссечение грануляционной ткани полное и закрытие поперечного натяжения. Второй вариант наиболее приемлемый считается в хирургии, в медицинской и ветеринарной, видимо, тоже, я так понял. Почему? Потому что можем добиться более лучшего стыка тканей, ну и, в принципе, заживёт оно поинтереснее. Хотя автор, Михаил Павлетик, да, который писал книгу, по которой я готовился, он использует комбинированный метод. То есть, как бы более конкретно не описано, как именно он эти методы комбинирует. Ну, видимо, где-то там грануляцию подрезает, там сквалифицирует, как Дмитрий сказал. Но, как бы, суть не в этом. Суть в том, чтобы вы знали, как с этим можно работать. Далее, заживление по вторичному натяжению, это все знают. Ну, это, наверное, самое любимое. Максимально надо стараться, чтобы таким вариантом у нас раны не заживали. Но есть варианты, когда лучше по вторичке, чем пытаться что-то с ней делать. Это редкие, реже, как бы, чем первичное закрытие, но всё равно такие варианты тоже бывают. Давайте более подробно по каждому. Хирургические раны. Раны с незначительным загрязнением. То есть, чистое, условно-контаминированное. Загрязнённое преобразованное в чистое, с разумной обработкой и промыванием стерильными изотониками. Дальше. Кожные дефекты полного удаления небольших локализованных участков загрязнения инфекции. Что это значит? Если там, например, при обработке мы там видим, что в ране есть там участочек, похожий на, ну, что там есть инфекция. То есть, она ещё не распространилась на всю рану, но есть где-то там. Либо там, например, песок забился давненько уже в фасцию и выковырить мы его не можем. Марли убрать там и всё такое. Как бы допускается локальное удаление этих тканей. Ну, просто берём и режем реально поживо. И дальше. Если прилегающая кожа позволяет закрыть рану без чрезмерного натяжения, это вот именно та ситуация, когда мы используем первичное натяжение. Пытался фотки найти, но как бы все выехали для эти раны, поэтому я думаю, что они ещё не планы. Дальше. Отложенные, первичные. Да, то есть, мы рассмотрим варианты, если закрыть, откладывается на 3-5-дневный срок. При сомнении в оценке раны, если мы используем перевязки и контролируем каждый день. Да? Ну, то есть, в любом случае, такие раны нуждаются в контроле. Я думаю, всем понятно. Так. Вот, тут ещё более подробненький забыл, потому что этот слайд тоже вставил. Ну, в общем, мы, в принципе, об этом всём говорили, поэтому я думаю, ребизм устанавливается. А, вот, как бы, ещё что хотелось заметить, то, что почему по отложенному натяжению, ну, по отложенному закрытию, если там сомневаемся, есть инфекционное начало или нет, потому что из-за того, что грануляция максимально развивается к этому времени, молодая именно я имею в виду, как бы кровоток, естественно, в ране становится сильнее, и на 4-5-й сутки раны наиболее устойчивы к инфекциям. Понятно, да? Так, вторичное закрытие – это когда уже грануляционная ткань, но зрелая, да, вспоминаем немного. Откладывается до появления здоровой грануляции, предпринимается между 5-10 днём после повреждения, когда отложенное первичное невозможно, да, как правило, в результате персистирующей инфекции, либо когда, опять же, мы сомневаемся и решим понаблюдать подольше. То есть лечим рану до сих пор, пока она не будет выглядеть, как вот параметры, которые мы себе описывали выше. Если некротическая ткань стойкая, она тоже нуждается в удалении. Вариантов несколько, более детальных впереди рассмотрим, это как бы из раздела Debridement. Ну, как бы, если она прям, вы видите, что вы проводите обработки, но она всё равно остаётся, то это повод рану не закрывать уже. Хорошо. Так, это понятно? Хорошо. Дальше. Это тоже говорил? Заживление по вторичному натяжению. Варианты 2. Сокращение раневой контракции, о котором мы с вами говорили на прошлой лекции, да, за счёт миофибробластов, и эпителизация. Как бы, в зависимости от того, какой именно из этих процессов будет преобладающим, будет выглядеть у нас конечный вариант раны. Чаще всего раневой контракции достаточно, чтобы дефект закрыть полностью. Ну, то есть мы просто видим незначительный дефект, покрытый немножко эпителием, и всё. Ну, это повторички, которые рану у нас зажили, да. Если всё-таки раневой контракции недостаточно, чтобы рану стянуть полностью, то есть остаётся всё равно большой дефект, по верху начинает происходить эпителизация, да. Помните, клетки эпителия псевдоподимы ползут навстречу друг к другу, и когда встречаются, герметизируют рану и остаются там навсегда. Почему по поводу эпителизации не самый лучший вариант? Потому что сама по себе рана закрыта эпителиальным слоем, только сверху. Она нежная, она рвётся, рубится там. То есть, не знаю, кто был, когда кари, да, вот это, приходила лабрадорша, у неё вроде бы уже всё заросло, уже забыли там про эту собаку, а она пришла, и у неё там рубчик немножко разошёлся и закровел. Вот это вариант эпителизации, когда эпителизация была выше, чем раневая контракция. Как бы окончательный эффект достигнут, просто не так быстро, как мозг, назовём это так. Владимир, а можете у рыжего лапу вырастить? Нет, а при чём здесь реконструктивные руки, их выращиваем в конечности? А я тут, если ты читал, что там ухо, по-моему, в мышке, или крыси там вырастили, на спине, на спине. И вот это большой потенциал, можно там, условно говоря, на животе, там вырастить там почечку, под концом, и потом её пересадить куда надо. А вы так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, не бей, да, такое растёжное. Вы не серьёзно, представляете, до чего приходит современный ухо? А, по поводу, там, как бы трансплантации, в принципе, хрящевой ткани, да, используется активная методика трансплантации хрящевой ткани на дефекты мягкого нёба, если это необходимо, и, ну, делают хорошо реконструкцию ушной раковины выставочным собакам. Вот у Лавровой был такой пациент, у которого, ну, не помню, как порода называлась, фокс, по-моему, да, фокс-терьер, откусили полуха. Ну, как, ну, не пол, ну, там, треть, наверное. Подшили вот сюда, потом выделили красиво, и ухо действительно получилось симпатичным. Ну, то есть, прямо кейс есть прикольный. Ну, нравится, интересно. Как у Барцухи или прям нормально? Блин, нет, стоит, потому что там вариантов не было, потому что собака выставочная, они этим бабки зарабатывали, поэтому им надо было, чтобы экстерьер соответствовал. Какое? Нет, так там, нет, так она зашилась красиво, ничего там за расширь. Не как у Барцухи. Меньше скепсиса, Татьяна, хорошо? Смотрите, вопрос для всех. Может ли это рано заживать по вторичному натяжению? Соском, накажется. Ребята, рано может заживать вот это по вторичному натяжению? Ваше мнение? Да. Разгибаться будет плохо, правда. Нормально. Может. Она обручена, конечно, будет. Ценал, да? Может. Может. Вердикт у всех, что может? Тут все, что там колено, как бы понимаете, в чем дело. И колено все время будет мобильное. Поэтому, ну, тут вряд ли сойдут. Блин. Все равно заживет. У шпица, которому жопу обожгли, вот так вот колени себе не разгибают. Вы должны понимать, что у шпица не на всю глубину дермы было повреждение. Да. Согласен в этом выражении. А по поводу того, заживет ли это рано, если честно, я не уверен по той простой причине, потому что мне, ну, у меня нет уверенности, что все ткани вне жизнеспособны и не инфицированы. Это как бы такой вопросик с небольшим подвохом. По поводу... По поводу... А, нет, прям выглядит так, как будто надо полечить пару дней. По поводу закрытия. По вторичному натяжению в этой области все-таки нежелательно, потому что, исходя из, правильно как заметил Дмитрий из анатомии, как бы будут проблемы по заживлению, это раз и по поводу раневой контракции лапа, вероятнее всего, перестанет разгибаться полностью. То есть будет нарушена амплитуда. Поэтому здесь лучше выбрать какую-то другую методу для того, чтобы первичное закрытие произвести. Александр, давайте быстрее куда-нибудь... Вот, как бы такой небольшой пример, да. Дефекты дистальных конечностей с потерей 20% окружности кожи, скорее всего, заживут вторичным натяжением и каких-то серьезных проблем у нас не возникнет. То есть просто ранки обрабатываем, ходим на перевязки и все такое. Если потери кожи приближается к... Ну, по окружности, да, приближается к 50% или за ее пределами, сокращение эпитализации вряд ли будут успешными, да. То есть я имею в виду, что контракция, да, стянет максимум насколько возможно, дальше доэпитализируется, будет периодически рваться, все равно кровить и плюс вызовет сокращение амплитуды. Ну, то есть лапа полностью разгибаться, сгибаться не будет, если мы говорим про колено. Поэтому здесь, как бы, трансплантация считается лучшим вариантом закрытия дефектов этих условий. Мы не говорим там про свободные лоскуты, да, то есть когда мы там с паховой складки забрали, положили туда трудновоплотимо, по той причине, что должны быть в течение двух суток неподвижны. Если людям легко объяснить, что надо с ногой лежать, не двигаться ей, то собаке вообще нереально. Или тогда ставить на экзоконструкции просто. Вот, тогда идешь к кортопеду и просишь, и у вас, поставь спицу собаке. Вот, типа того. Здесь понятно, да, до 25% оставляем, 25% и, ну, там, как бы, чем ближе к 50%, тем выше вероятность проблем. По поводу контракций, да, есть конкретные сроки, когда она заканчивается. Это примерно 42 недели. Представляете, сколько это? На мой взгляд, это очень долго, чтобы это оценивать. Ну, довольно сложно. Но, как бы, 42 недели считается, что равновая контракция и идет, потом она останавливается. Вот еще, кстати, интересный момент, что чаще всего операции с применением реконструктивной методики оказываются дешевле, чем заживление по вторичному натяжению. То есть обработки, вот все вот эти, да, там, приходы на перевязки, кушать таблетки, если необходимо, и так далее, как бы, в итоге выходит дороже, чем один раз правильную методику применить для закрытия этого дефекта. А еще очень немаловажный факт, на мой взгляд, у кожушек заживает кожа хуже, чем у собак. Медленнее. С чем это связано до сих пор, там точно не знают, но, скорее всего, это связано с перфузией кожи. То есть, что у собак она более активная и, как бы, кровоснабжается получше. Есть еще один вариант, как бы, заживление с помощью придаточной эпителизации, да. Что это значит? Это тогда, когда по какой-то причине слой, откуда идут эпителиальные клетки, да, в шиповатом слое, который всем им так понравился, кто готовился, когда он у нас поврежден, и выход клеток эпители оттуда невозможен. Как происходит эпителизация в этом варианте? Просто клетки эпители, придаточных желез кожи, начинают мигрировать, ну, клетки начинают мигрировать оттуда в рану. То есть, обладают выраженным терапизмом. Точно так же вырастают псевдоподии, ползут по рамке и остаются там. Такие дефекты выглядят гораздо более брутально, чем просто там эпители на поверхности раны. То есть, косметический эффект, эстетический, там, вообще практически невыражен. Ну, выглядит само хреново из всех возможных вариантов, но, как бы, функционально, на мой взгляд. То есть, если, в принципе, такое себе, как бы, нету других вариантов, то все равно затянется вот так. Понятно, да? Чаще всего бывает при ожогах, ссадинах, царапинах, различной глубины, когда этот слой повреждается. Химические ожоги. Почему-то именно скипидар решил вспомнить повлетик. Я, правда, давно его не видел, не встречал. Но, видимо, собаки, кошки где-то все-таки с ними стыкуются. Какие у нас есть критерии при выборе методики правильного закрытия? Блять, Саша, дурь, твою мать. Постоянно ты пиздишь, и ты. Ну, блять, че за херня? Критерии в выборе методики правильного закрытия. Чистые и условно-контаминированные закрываются сразу, да? Как говорили, есть недостаточно свободные ткани. А если свободной ткани нету, да, применяются послабляющие методики либо методы кожных лосков. Чем проще лоск, тем более жизнеспособный. Это была моя ошибка с карри, потому что захотелось сразу крутую хирургию сделать. Выводы сделал, больше не буду. По поводу послабляющих методик, это чаще всего незначительные надрезы, есть параллельные. В общем, их целая масса. Кому интересно, могу дать литературу почитать. Там целый раздел по послабляющим методам есть. Потом, если есть отёка ушиба, лучше подождать. Почему? Потому что чаще, особенно в области дистальных конечностей, дистальных в смысле частей и конечностей, во время отёка при ушибах значительно меняется размер дефекта, когда отёк этот уходит. То есть становится меньше. Поэтому тянуть там, пока эта ткань отёчная, не нужно. Не потому, что она физическим свойствам не соответствует, а просто потому, что это не надо. Поэтому здесь тоже об этом стоит помнить. Если инфекция и грязь могут полностью быть иссечены, то закрываем первичным. Опять же, инфекция может быть неочевидной. Об этом обязательно помнить. Поэтому, если сомневаетесь, лучше не зашивать. Потому что всё равно придётся перешивать потом, скорее всего. Понятно, да? Дальше. Шесть базовых принципов лечения ран. Вот это как бы, ну вообще. Если каждому принципу отвечает, ваше лечение назначено при ранении, значит, можете не париться и быть спокойным. Первое – это предотвратить дальнейшее загрязнение раны. Это перевязочный материал, да? Покажу видосики, расскажу, как правильно использовать. Сегодня. Там они короткие. Дальше. Удалить мёртвую, умирающую ткань. То есть нежизнеспособную. Если видите, что прямо есть ещё гинекроза. Видите некроз – удаляйте некроз. Называется это некрозитоми. Вот поэтому… Как гематома есть? Там же не видно. Тоже лучше удалить? Если гематома и не видно, то как бы по поводу гематомы не является показателем жизнеспособности ткани. Если… Тут кусок у собаки на волгу отмёр, именно там, где была гематома красная. Поэтому её оставили. Я говорю, что не является гематома, наличие гематомы показателем жизнеспособности ткани. Да, надо наблюдать. То есть, если там есть гематома, особенно где-то в области живота, лучше всего это заметно при ушибах и травмах. Если есть гематома, это не значит, что ткань там мёртвая. Вот. Поэтому нуждается в дополнительной оценке. Далее удалить посторонние частицы загрязнения, обеспечить адекватный дренаж рамы, установить жизнеспособную грануляционную ткань, то есть обнаружить её, понять, что она здоровая и жизнеспособная, и выбрать подходящий метод закрытия. Подожди. А, мы подробно по каждому пункту пройдёмся. Не переживай. Всё будет. Дальше. По поводу предотвращения дальнейшего загрязнения. Используем обработки только когда раны открытые, и закрыть их герметично нельзя, либо когда перевязки делаем. Какие растворы подойдут? Физраствор самый основной, который используется. Стерильный физраствор. Там раствор рингера, рингералоктат, натрий хлорид. Без разницы. По поводу обработки физраствора. Малые и средние раны обрабатываются минимум объёмом 500-1000 мл. Понятно, да? Надо баночку целую выдавить, как минимум. По поводу давления. Если давление суперсильное, да, при обработке физраствора, мы там со шприца давим изо всех сил, повреждаем грануляцию, повреждаем эпители. Вот, поэтому идеально, где-то там псаве померили, сказали, что, господи, сколько там, от 4 до 15 фунтов на дюйм, как бы, считается нормальным. Да, звучит не очень прикладным, да, но сейчас разберёмся, как бы, чтобы было понятно, как бы, они писали это так, шприц 35 мл с иголкой 18-го калибра. Для того, чтобы соотношение это собрать, это... Секундочку, 18-й калибр это 18G? Да, да. Это понимаете, что... Это какая зелёная, конечно. Это не зелёная, это розовая. Это розовая иголка. Перенеся на наши реалии, да, потому что шприцов 35 мл я к ней встречал, может, они действительно существуют, но в Беларуси не видел. Шприц 20 мл и зелёная иголка. Зелёная, серая такая она там. Зелёная, да. Ну, который кровь берёт. Нет, это из 35 мл шприц. Всё, ну, как бы, вот... Ну, возьмите 50-ку, ну... Нет, тогда... Давление будет не то. От калибра шприца зависит тоже. Объёма его. Давление будет меняться. Да, зависит от давления, которое... Нет, он больше не пустит. Просто физически. Нет, не амитрику зависит. Голос зависит только от диаметра и гонки. Только от диаметра и гонки зависит. Не зависит от диаметра. Почему тогда... Когда вы, когда ты давишь, а вёбки... Да, я про это и говорю. Ну, как бы, на писядке... На писядке... Нет, это максимум. Нет, нет. За время зависит от того, а диаметра, что у нас это не работает. Короче, ребята, давайте... Давайте... Зависит только от диаметра выхода давлений. От диаметра цилиндра... Хорошо, ребят, давайте без полемики просто запомним. Шприц двадцатка, зелёная иголка. Всё. И далее. Больше максимального давления вы не выдавите. У нас здесь спор физически. Чего? Какая разница, какой шприц, если ты через иголку, всё равно... Ну, согласен. Может быть. Короче... Описано... Блядь, ребят, ну, хорошо. Согласен, может быть. Короче, суть. Шприц двадцатка, зелёная игла. Вот про это написано. Про остальные шприцы не видел. Так что? Про ценную на максимум сколько давится? Ты, ну, больше не выдавишь. Как бы главное, не больше. Чтобы иголка не... То есть, чтобы ты не травмировал ткани. Своим набором. Можно на максимум, типа, вот... Да, поливай на здоровье. Через зелёную иголку шприцом двадцатка. Вот и всё. Дальше, какие растворы... Какие растворы ещё применяются, да? Повидон йод, разведённый с натриехлоридом один к девяти. Считается, идеально не травмирует ткани в ране и при этом несёт антисептическую нагрузку, да? Чаще всего используется для промокания салфеток и в закладывании их в раны. То есть, например, есть у нас дефект, который мы там не можем пластырем заклеить. Циркуляющую повязку нашиваем и закладываем туда постоянно с повидоном, например, один к девяти растворщиком растворённым. Вот и всё. Травмирует ткань. А как ты всё ещё? А? Нет, потому что концентрация 10%. А нам нужна 0,1. Ой, 1. Подожди, давайте ещё раз. Да, но может быть лучше. Это травмирующий фактор. Даже медики в военном госпитале так делают, у которых там в хирургии можно фильмы про Вторую мировую снимать. Поэтому здесь... Абсцессы не лить? Желательно вот разводить. Абсцессы надо промывать большими объёмами. Ну, я просто думаю, что в абсцессе там будет мёртвая ткань сразу. И поверхность этого издела. В идеале её чистить. Если не чистим, то да. Если как Сергея Николаевича уколоть у глаз и выдавить в умный пол вот здесь, то нормально подойдёт. Дальше. Хлоргексидин 0,05%. Все знают его. Да, это стандартный хлоргексидин, который продаётся... А вот у нас... У нас ты в коричневых банках. А где Саша Нисько? Саша Нисько. Вот Саша Нисько. Ну что ты так у нас не понебачиваешься... Ну, они не встречаются. Скажи, а 2-процентный или 1-процентный хлоргексидин, его на любую кожу можно наносить нельзя, там только на слизистые где-то. Может быть, но я не... 0,05% на слизистые, 2% на кожу. Да, на кожу любую, там. Ну, на кожу, понятное дело, что ты 0,05% на... Нет, типа на мошню. Ползатки. Вообще на кожу до 4% считается. Просто 4% уже типа дубильные эффекты, это как хирургическая подготовка рук. Там есть даже специальный, уже разведенный готов, который называется DASY HAND и DASY SCRAFT. Так, ладно, на перевязку сзади допускается временное закрытие раны, да? Просто под местной анестезией с одной стороны подшили петельку, с другой закрыли. То есть закрыли, открыли, обработали, опять завязали между собой. То есть не требует наркоза, не требует там анагезии и так далее. Просто завязочки оставить по периферии раны. Если кто-то карри помнит, я и такое сделаю. Дальше. Обработка. Дебридман, да, называется там в литературе. Бывает двух рядов. Селективный, не селективный, да? Селективный считается менее агрессивным, но его недостаток основной это то, что он медленно протекает, да? То есть мы не можем там нежизнеспособные ткани по-мягкому, грубо говоря, удалять и быстро. Но зато менее травмирует здоровое. Да, используется... Один избирательного действия, другой неизбирательного. Вот я пытаюсь рассказать. Вот. Как бы селективные методы это использование гелий, повязок и ферментов. Что это значит? Они действуют не действуют на здоровой ткани, а действуют только на загрязняющие какие-то моменты в виде там, опять же, песка какого-то там, стружек и так далее. И некротизированные ткани. То есть здоровые не трогают. Ферменты, которые используются... Сам использовал трипсин. Знаете такой фермент трипсин? Да. Продается в аптеках. У нас в сложном доступе, но лучше в России есть прям свободно. Продается раствор, правильно разводится и рано поливается. Уничтожает некротические ткани, но не повреждает здоровое. То есть не ноу-хау, а описанная метода. С доказательными базами. А, это один из методов, описанных, кстати. Этот метод описан на самом деле. Это был один из первых селективных методов Доберегмента. Ну, есть такой метод, реально описан. Это не выдумка. Да, так и есть. Мужик, живите, если везде. Дальше. Неселективный. Ребят, неселективный это более агрессивный, но более быстрый. Да, то есть почему, опять же, понятно, травмирует не только ткани некротизированные, но и здоровые. Бывает нескольких видов, хирургически, механически. Используется в первые 72 часа после травмы. Как думаете, почему не позже? Нет, не в этом дело. Ну, потому что, может, начнется пролиферация уже такая. Правильно, начнет расти гонуляционная ткань. Если ее повреждаем, значит, отводим, убираем назад воспаление. Ой, да, все правильно. По поводу неселективной. Хирургическая обработка, да, принципы основные. Удаляется в области сомнительной жизнеспособности. Даже если точно не уверены, убираем все равно нафиг. А если там немножко лишнего дорежьте, ничего страшного. Стараться этого не делать, но все-таки иногда приходится. Значит, лучше всего использовать серийную хирургическую обработку. То есть, хозяин сразу говорит, что не только сегодня возьмем там все, почистим. А придется там через пару дней, еще почистим. Придется через пару дней, еще почистим. Это не всегда требует какой-то седации или наркоза, да, в зависимости от ситуации. Если можно этого избежать, то хорошо. Нет, ничего страшного. Лучше как бы лишний раз полежать, поспать и обработаться, чем лечить это несколько месяцев по Туеве. Как бы хирургическую обработку при ожогах. Кто знает, в чем особенность хирургической обработки при ожогах. Как вы думаете? Холодными, горячими растворами нельзя поливать. Не в этом дело. Мы говорим про хирургическую обработку раствора ни при чем. Говорим про удаление. Потому что удаление некротических тканей происходит неоднократно. Дело не в серийной обработке, потому что при ожогах униждаются ниже лежащие ткани. И они дают о себе знать только сечение времени. Да, супер, все правильно. Но только дело не в серийной обработке, потому что серийную можно и при обычных ранах использовать. А как бы при ожогах надо же прям долго ждать, чтобы оценить объем дефекта. То есть может выглядеть первый день вот такой штучкой, а через неделю стать вот такой. Ткани образуются для лекционный вал. Они завникальны, чтобы это здорово, а это неоднократно. Да, да, все правильно. Да, то есть поэтому с ожогами самый лучший вариант это либо вторичное закрытие, либо отложенное первичное. То есть надо подождать, оценить, где окончится дефект. Чтобы несколько раз не надо было дорезать его, ну то есть увеличивать. Как когда загораете, сразу позагорали, вроде пришли домой, аж что мало, можно еще. В общем, смотрите, можно удалять ткани послойно. То есть можно убрать отдельно кожу, можно отдельно жировую клетчатку убрать, можно отдельно фасцию убрать, можно паникулярную мышцу убрать. Как бы если вы убираете, например, послойно и видите, что глубже все равно ткани не жизнеспособные, убираем до тех пор, пока не увидите жизнеспособные. Как определить, как вы думаете, жизнеспособная ткань или нет? Основной критерий. Крови. Супер. Кожу режем до тех пор, пока кровить не начинает. Не стопроцентный вариант, но как бы на него физикально опираемся в основном. Есть контакт, да? Хорошо. Дальше. Для удаления посторонних частиц загрязнений можно использовать рентген и УЗИ. Если чувствуете, что что-то там под кожей прямо катается, но не можете это визуализировать, значит используем УЗИ-диагностику и используем рентген-диагностику. Опять же, я говорю, вспоминая этого кота, который пулю поймал, попала пуля, получается, в кость нижней челюсти и вот так пыльцой раздробилось внутри. Как бы это то, что мы говорим. Это мелкие частицы, которые необходимо удалить. Глазом их не видно, чтобы вы понимали, да? Кому интересно, фотки покажу, кто не видел. Фильм показывают не так, фильм достаточно просто пулю достать через кожу, можно порохом там припалить. Сигары, да? Да, да, сигары. УЗИ-метод является методом выбора тогда, когда не рентген-контрастное загрязнение. Ну, это логично, да, по-моему? Да, не всегда позволяет разрешающая способность рассмотреть, но попробовать стоит. Понятно, да? Дальше. Про то, что удалить хирургические мистерские сканики можно понятно. Промывание мы сказали. О, да, я тут забежал вперёд чуть-чуть. Да. Дальше. Предоставление адекватного дренажа. Какие бывают, исходя из слайдов, дренажные системы, ребят, по-вашему? Дренажные системы двух видов бывают. Активные, пассивные. Пассивные. Какие мы используем? Пассивные. Условно-пассивные. Почему? Потому что мы, когда приходим на капельную, говорим, что надо всё это оттягивать. Поэтому оно не самотоком течёт, а течёт тем, что мы оттягиваем. Это смешанный вариант. В наших условиях возможно ли сделать активный, как вы думаете? Да, прибудем таблинику. Как? Хорошо. Как эта штука называется? Я забыл. Ваку-таймер используется. А ещё варианты, кто не знает какие-нибудь? И специальные аппараты для этого штуки. Здравствуйте, мы с 11 работаем сегодня. Здравствуйте, Реш. Слушай, с 11? С 11 работаем. Каждая среда с 11. 5 лет. Да, ну просто 1 часа. Она не болит, а вот здесь. Надо подождать, получается. Да, уже полчаса, да? Да, да. Хорошо. Как так, ребят, ребят. Ребят, слушайте. Какие дренажные системы активные мы можем использовать, кроме специальных каких-то приспособлений? Вот из того, что есть. Ну, если не дренажа рано закрываешь. Потому что она как дренажа. Она герметизируется потом, поэтому ничего страшного. Да. А? А? Закупим ты смоченые. Не хочется. А, зачем? Действительно, какие-то, может, смоченные гиперосмолярными какими-нибудь растворами. Уживается кусок перчатки, можно сказать. Супер. Вариант хороший. Перчатка хорошо, а бинт-бинт? Нет, бинт, потому что стечения сохнутся и он перестанет тренировать рано. Поэтому бинт не выбор с многим ровным. А перчатку его подшил и оставил. Потом снял. Нет, погодите. То есть пассивными считаем, когда ничего в рану не вводим? Когда просто стоит... А, да, слушайте, перчатка действительно пассивная, что-то я запутался. Да, простите, мой косяк. А активные еще не назвали, какие есть. Активными стопудово можно гиперосмолярными растворами? Ну, нет. Ну, вакуум в третьем пространстве не создается. В активных дренажах фишка в том, что там постоянно вакуум. А, да вот, блин. Активный, все правильно, я же сказал. Еще те вправе. Я скажу, а еще какие. Блядь, ты не можешь дать грушу? Нет, можно без груши. Груша у нас есть, но как-то не показала особого применения, поэтому мы ее закинули. Ну, есть другие варики. Нет людей, да, ни у кого? Короче, самое простое, которое меня осенило, когда я его подсмотрел в Питере, это подсоединение просто трех разветвленного крана, порта. В чем его суть? На максимум оттянули, кран перекрыли, шприц убрали. Все, вакуум есть. Да, лево. Второе. Ну, только на скуку и вот. Сосуды течи не будут, если они прижаты. Как бы, второй момент. Можно оставить шприц, подвязать там кошки к собаке. Кошки маловероятно, к собаке проще. Шприц натягиваем полностью, ставим булавку, например. Ну, то есть, самое главное. Ну, это, наверное, это херня какая-то. Используется? Нет, используется. Айзер, по-моему, попроще. А-а-а, очень ограниченный спектр применения ваку-тайнера. Вот, как бы, при мастектомине не поставишь. Недостаточно. Недостаточно по объему. Что такое? Да, я хочу ехать. Недостаточно по объему. Да, по объему. Ну, естественно, по объему и по давлению будет проседать. Ну, так хорошо, там его переткнуть. Забивается иголка, которая стоит. Тоже геморрой постоянно. Хорошо, а за руку-то не будет. Поддержка жизнеспособного кровообращения достигается за счет удаления некроза, мусора, загрязнений и дренирования. Здесь понятно. Дальше. Выбор подходящего метода закрытия. То есть, опять же, возвращаемся к тому, да, лучше всего рассмотреть дефект, когда спадает отек. В равных наконечностях на седьмой-десятый день можно заметить, как я и говорил, да, что дефект значительно меньше, чем казался вам сразу. Если достаточно свободной ткани, однозначно вторичное закрытие, если рана контаминирована. То есть, не рассматриваем каких-то там реконструктивных методик, если это не нужно. Если нет, то реконструктивные методики для испрещения контрактуру сустава. Это, как бы, наверное, самая важная причина, почему все-таки их используют, в принципе. Дальше. По поводу эксплозированных костей, про которые, Дима, ты спрашивал, как там кости правильно заживают. Есть такой метод питания грануляционной ткани стимуляцией, остеоститиксис называется. Леша, слышал что-нибудь про это? Про это нет. Когда засунка идут костями укусов ткани? Нет. Это... Когда это используется? Если костный фрагмент подслойен от надкостницы, то есть все знают, да, что сосуды на костях идут по надкостнице. Ну и в губчиком качестве аккуратно зацикулировать. Просто, знаете, сколько работаешь, что ты видел, а с твоей надкостницы, ты просто пиздец, бля. Ну, описано. Она структурно такая, чтобы там люди ее... Тебе виднее, но описано... Да, я ее сложно там содрать, наверное, я думаю. Только воды можно содрать. Короче, описанная метода, как если фрагмент без надкостницы, то тогда грануляционной ткани питаться, грубо говоря, там почти нечего. Секундочку, а что ты говоришь, что с надкостницей? Что структурно ее выделить? Когда уже это животное закрыло зону роста костей, ее практически ты не выделишь на костницу ткань. На костнике... Хирургически не выделишь. Не выделишь, не хирургически ты даже не видишь. Да, как бы она только работала. Да, да. А молодых животных, она очень выраженная. На костнице. У нее можно найти еще. Короче, что делают, если костные фрагменты по какой-то причине там не заживают, грануляция не возникает, и так далее. Для того, чтобы поддержать грануляцию, делают, создают невозначительное отверстие в дубчатом веществе, чем обеспечивает рост грануляции на надкостнице. То есть питание происходит таким вот образом. Нельзя делать на мелких костях, которые из-за того, что вы просверлили дырку, может, в принципе, треснуть, развалиться, и в идеале закрыть фрагмент кости кожно-мышечным лоскутом. Не только кожу натянуть, а еще чтобы и мышца была в составе этого лоскута. Ну, то есть какая к ампутацию делают? Наверх все задвинули, мышцы препарировали, потом мышцы собрали, кожу собрали. Так же ж правильно обычно делают? Леша. У тебя описка или это слово такое? Какой? Грануляция. Первое предложение. А, да, это описка, извините. Чисто. 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 Саша написал. Короче, по поводу базовых принципов рассмотрели, в принципе, все. Теперь, как бы, стоит рассмотреть, какие есть перспективы острые там электронические раны. То есть, какие все-таки, как все-таки лучше перевести? То есть, в острой фазе все вылечить, либо подождать, пока в хроническую перейдет. Как бы, хронические раны есть такое, не проект, а, то есть, какое-то там общество лазаря, так называемое. Может быть, кто-то слышал, Дима, ты любишь такими вещами интересоваться. Не слышал такое? Общество лазаря. Нет, медицинское сообщество, которое основывается на лечении там ран, как бы, сформулировало следующее понятие по поводу определения хронической раны. Это те раны, которые не могут прогрессировать в ходе нормальной, упорядоченной, своевременной последовательности восстановления, ту, которую мы с вами на прошлой лекции рассматривали, и которые не могут восстановить свою анатомическую целостность и функциональность. Вот это называется хронический раны. Но у нас не было? Да, нет, бывает. Вот, например, бактериальные биоплёнки. Господи, неужели это посчитать невозможно? Бактериальные биоплёнки. Что это такое? Когда постоянно персистирует инфекция в ране, и биоплёнка изолирует грануляцию от эпителиального слоя. Но там написано в ходе нормального лечения. Нет, не написано в ходе нормального лечения. Последовательности нормальной восстановления. Тут про лечение слова не сказано никакого. То есть по какой-то причине не проходят в нужной последовательности моменты заживления. Вот в чём суть основная. Вот как бы бактериальные биоплёнки, которые бактерии образуют и не лечатся верным. То есть путём, например, когда посевы не делаем, а пытаемся назначать антибиотиками выбора. И они не работают, да, то есть на антибиотики это не влияет. И они остаются там, пока мы не подберём антибиотик правильно. Это возвращается к теме бакпосевов, которые мы можем делать. Кто не знает, как бакпосевы делать? В клинике у нас. Ещё? Не стесняйтесь. В общем, в чём суть бакпосевов, да? Как бы можно на мини наделать. Вот. Но мне почему-то инвитро больше нравится. Более трудновыполнимо для клиента. А? Я напишу, каждому положу в мейлбокс потом. Но в двух словах, как бы берём, отправляем их покупать пробирку. Здравствуйте, мы с одиннадцати работаем. Подождите немножко, пожалуйста. В инвитро отправляем покупать пробирку с консерватором для забора бакпосева. Но тут никак не было. Нету. Пять рублей стоит. Нельзя. Нельзя. В обычной аптеке покупаешь пробирку? В инвитро. Ты чем слушаешь? В инвитро идёшь и специально говоришь, что ты для себя живёшь. Мы во втором, в первом кабинете живёшь. Вчера брали. Это вот это вот. Да, да, да. Это они сами покупают. Они лучше пойдут это сделают, чем будут париться с активами. Полгода лечиться. Да. Определённого класса. Они целенаправленно подберут. Да. Какого антибиоза существительного? Как важно идут те хозяева, которые уже научились? Ну, чётко регламент в медицинских учреждениях описан по поводу работы с... Это в Беларуси. Да, в Беларуси. По поводу там работы с ветеринарными образцами. У них просто это запрещено. В России пофиг. Как бы в России они официально работают с инвитро. По договору они приезжают, вот как ПЦРки у нас забирают и выдавят результаты. Поэтому стоит где-то по поводу ран 5 рублей пробирка, а исследование 11, если не ошибаюсь. До 7 рабочих дней. Время исследования. Мы набрали. Соблюдать стерильность обязательно. Прямо Суперва больше ничего кроме ран и не касаться. Ватной палочке. Ну и сказали, что, конечно, мы для себя это всё делаем. В смысле? Они отправляются... Да, обязательно сказать, чтобы не говорили, что это собаки или кошки. Какое направление? Никакое направление. А бабушки с Гомеля, да, откуда угодно. Хочу, чтобы ты врач не проснулась. Моё там, например. Не знаю. Списки у нас. То есть... Аааа... Всё понятно. Всё понятно. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, какие у нас повязки приехали и как правильно использовать. Так, ну нет, погоди. А ты говоришь, что инвитро лучше, а разница в чём? Ну, мне больше нравится. Доверяю. Да, доверяю больше. Всё. На минимум 4 бактерии. Всё. Делаю доверяю, Дим. Давайте быстро рассмотрим повязки, какие у нас новые приехали. Блядь, можно, внимание, мало времени осталось, ребят. Повязки, да, приехали. Фирма, которую мы заказываем, которая сейчас с эталоном в мире является по работам с ранами. Называется Пол Хартман. Ну, это, видимо, чувак, который её когда-то открыл. А повязки, которые приехали у нас есть на данный момент два типа и приедет ещё третий. Как бы, первое, это гидротактранспарент, он так называется. Это гидрогелевая повязка, да. Как бы, суть её в том, что на малой или средней эксудирующей раны может накладываться. Она прозрачная и позволяет рану оценивать без смены. То есть, ты просто видишь через сквозь неё, как бы, что с раной происходит. Очень удобно, когда забирает эксудат, отдаёт стерильный натриофлорид. То есть, рану увлажняет. Поэтому открытые раны, контаминированные, которые вы лечите, можно использовать такую повязку, да. То есть, вот её преимущество. Потом более детально рассмотрим. А сколько времени накладывается на твое? Сколько хочешь. Вообще считается раз в три дня надо менять их. Что-то ты как будто в конгрессе какую-то рекламу. На нативную рекламу. Это самый нормальный видос, который я нашёл. Ну вот, да. На человеке рассмотрим, но тем не менее. Кроме того, важное значение для ускорения процесса заживления таких ран, создание и поддержание сбалансированной влажной раневой следой. В ходе заживления уровень влажности брони уменьшается, и появляется склонность раневого ложек к пересыханию. Повязка Гидратак Транспарант содержит 60% воды в раневом контактном слое и активно высвобождает её на поверхность раны. В то же время повязка способна абсорбировать небольшое количество раневого эксудата. Таким образом, повязка Гидратак Транспарант создаёт и длительно поддерживает оптимальную влажную раневую среду, ускоряя заживление раны. Факторы роста накапливаются на поверхности повязки. Благодаря этому их активность увеличивается, что способствует ускорение заживления раны. Успевает. Она легко сливается? Да. Она клеится, она фиксируется. Она меняется раз на минуту. Она не требует того. А на ожоги? На ожоги можно, но ожоговые раны, как правило, очень сильно эксудирующие, поэтому на сильно эксудирующие нельзя эту повязку. Да, нету смысла просто. Там надо дренаж, там надо нормально заниматься. Да, короче, на царапинку можете налетить. Дальше, основной пластырь, который мы будем использовать и уже там используем. Космопор Е называется. Космопор Е нуждается... Здравствуйте. Можно до 11 подождать, пожалуйста. Сколько? 10 минут. Смотрите, Космопор Е как бы фишка в чём. Как бы дискретное нанесение клея по краям, то есть даёт дышать коже. И специальная прокладочка по центру. Это как раз-таки тот пластырь, которым нужно и можно большую часть ран у нас заклеить. И не обрабатывать в принципе. А швы? Заклеить швы? Да, просто заклеивать всё на чистую рану. Вон Лена после лапароскопии может просто два пластыря собаки кинуть, кошки там один. Наверное, если желательно. Спасибо, у меня всё хорошо. Я после тебя лечил швы, блядь. Что ты мне говоришь, всё хорошо? Ёлки-палки. Давайте не будем поедать. Они есть у нас. Я скажу, в лаборатории лежат. Это те, которые мы наклеили, когда там швы рычаги разваливались, которые я использую. Это после лапароскопии. Если можно, там швы не обрабатывать, вспоминаем, лучше их не трогать вовсе. Поэтому заклеиваем и забываем. Через семь-восемь дней снимаем. Всё как обычно. Как бы по поводу у них тоже небольшой видосик. Ну, как бы... Пальки и мотали. Не, реально работает. Блядь, ребята, это не предмет для спора. Это описанную и доказательную базу имеет. Вы же не спорите, что цифозолин там не работает, например, или ещё что-то. Это ж не какая-то гомеопатия. А вот примерно так он состоит. Из таких моментов. У меня тут швало 2 или 3. Ну, вот. Да, типа того. Согласен, похоже. А есть ещё вариант такого же пластыря с антибактериальными препаратами, которые в рану дают противобактериалочки. Нам антибактериалочки. Обалдеть. И дальше тот, который пластырь мы довезём, называется гидрофиллум плюс. Как бы для не сильно обширных повреждений, но там с малой экссудацией. То есть именно с малой. Обычные, которые вот только что был Космопор Е, стоят рубль 20. Мы их завезём разные размеры, но как бы рубль 20, я думаю, в счёт можно ребятам составить, чтобы не надо было швы обрабатывать, потому что обработка на капельные, по-моему, там дороже стоит. Вот. Поэтому можно себе позволить. Ты поднимаешь хлеб. Самый дорогой пластырь, это вот первый, который мы рассматривали. Гидротракт Транспирант. Самый большой его размер стоит около 20 рублей. У нас по прайсу. А, это у нас уже? Да. Уже всё у нас есть, да. Нет, я думала, может, это там. Нет, нет. У нас дороже. У нас накруточка небольшая. Да. Зачем нам это надо, если обработать что-то в 3 рублях? Обработка чего? Что? Зачем их обрабатывать? Чтоб они даже не заживали. Понимаете, 50 копеек. Сколько? Одна рубля. Почти всех на капельные. Ой, ну ты какой молодец уже, а. Вот и я, Хал. Ну, у нас тут есть цветок, из него нет, рассказывают по всем этим, что у тебя не захотят. Ну вот, поэтому, ну примерно так, ладно, нас уже не будем смотреть. Почему? Нет, я так понял, неинтересно. О, вот это просто. Так, какие-то вопросы есть у вас? Нет, спасибо. Спасибо.